А теперь прямая трансляция из Алабина. Показывают нам с вами и всем собравшимся одну систему залпового огня. Столько дыма, что даже разглядеть мы с вами не можем. Армия 2016 форум завершается сегодня в Подмосковье. На месте работает наша съемочная группа. Я напомню, очень зрелищный сегодня день. Пропустить такое мы с вами не можем. Кстати, техника, которая сюда направлялась, она ехала в 6 утра рядом с МКАД. Представляете картину? Ну, пока в 6 утра, все спят, никого нет. И здесь одна из колонн Минобороны как раз в Алабина направлялась. И сейчас мы можем посмотреть на мастерство, на искусство наших военных. Залповая установка, система залпового огня «Ураган» это была. Ну что ж, действительно поразительный от нее эффект. По крайней мере, мне, человеку, неподготовленному совсем. Вот видите вот эту машину? Это как раз заряжающая установка, заряжающая машина для этой системы. Это как раз вот те самые снаряды, которые только что летели в воздух. А сейчас перед нами гаубица самоходная. Ну что ж, сценарий определенный есть у всего происходящего сейчас в Алабине. На самом деле, форум-то шел несколько дней. То есть мы 8, 9, 10, 11. То есть 6 дней, сегодня 6 день. И мы с вами в прямом эфире сейчас видим самую зрелищную часть этого мероприятия. Ну, одно дело, конечно, на военном полигоне наблюдать за техникой, но абсолютно другое ощущение создается, когда вы видите вот это вот все по обычной дороге едет. Когда в Подмосковье, конечно, совсем другие чувства. Скажу вам, что аукционы Минобороны проводила. И всего принесли они 14,5 миллионов рублей. На самом деле, разные товары и вещи выставляли на продажу. Также вот особый спрос был у грузовиков ЗИЛ на грузовики ЗИЛ и ГАЗ. Такая интересная деталь. Еще, конечно, популярностью пользовались ватные телогрейки, кирзовые сапоги и парадные офицерские ботинки. Ну, собственно, что выставляли на торги, то и популярностью пользовалась. Это называется высвобожденное имущество. Вот такая вот формулировка. Форум Орле-2016 это уже второй международный военно-технический форум. И вот в течение шести дней мы наблюдали с вами за этими событиями. Ну что, ждем Андрея Ященко. Он расскажет нам, что будет дальше в программе, что самое интересное. Ну, конечно, захватывающие части мы будем транслировать в прямом эфире. Все как всегда. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok